Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не рассматривает возможность поездки в Донецк или Луганск. Об этом он сам сообщил на пресс-конференции в Славянске, Донецкой области. Я бы с большим удовольствием поехал туда, когда там будет восстановлен мир и украинский контроль. Я не собираюсь сделать ничего, чтобы легитимизировала так называемые политические образования республики, потому что это искусственное образование, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. Также Волкер считает, что условия для восстановления мира могут быть созданы благодаря введению миссии ООН. Мы хотим, чтобы Россия серьезно отнеслась к предложению о введении миротворческой миссии по мандату ООН, благодаря чему будут созданы условия для мира и полного выполнения Минских соглашений. Когда Россия будет готова к этому, мы готовы встретиться или с Сурковым, или с кем-то другим, отметил спецпредставитель Госдепартамента. Сейчас куратор Украины от США ставит другую задачу. Во-первых, поменяли сам формат. Сейчас это не консервистическая операция. Сейчас это операция воссоединения. То есть, воссоединение единого народа. Во-вторых, они ставят задачу не признавать вообще никак на дипломатическом уровне не уходительного отношения ни с ЛНР, ни с ДНР. Как субъекты признаем. А этого уже делать нельзя. То есть, с другими словами, сейчас в Украину вкладывают определенные смыслы. Это значит, что завтра эти смыслы начнут работать в обществе. Это значит, что Украина будет куда более консолидирована в своих порывах. Во-первых, выйти из русского мира. Во-вторых, более консолидировано противостоять России вообще во всем. Хотя России это не нужно, мы прекрасно знаем. На Украине появится запрос на то, что противостоять России. А в-третьих, все дальше мы уходим от единого политического пространства. Ранее Дмитрий Песков отметил, что вопрос о статусе ДНР и ЛНР должен обсуждаться между их представителями и Киевом. Что касается республик, то это вопрос, который должен обсуждаться между представителями этих республик и Киевом. Потому что именно республики и Киев являются сторонами конфликта. Еще раз повторяю, к сторонам конфликта Россия не относится, заявил Песков. Все дальше мы уходим от единого политического пространства. Не забывайте, с точки зрения Советского Союза, Царской России, Украина сейчас временно оккупированная территория, оккупированная Западом. Но если будет проходить дальше время и будут появляться свои смыслы у народа Украины, то завтра мы Украину потеряем совсем. И ЛНР, ДНР какое-то время посопротивляются, но они будут сломлены. Будут сломлены временем, экономикой, ну и в первую очередь смыслами. Потому что сейчас ни ЛНР, ни ЛНР не достаточно сил для того, чтобы освободить всю территорию Украины. Но при этом на Украине появляются свои мифологемы, своя идеология, если хотите, по освобождению этих территорий. Как они говорят по освобождению. Вы знаете, совершенно серьезно вам скажу, без всякой иронии, мы часто употребляем словосочетание «братская страна», «братский народ». И сегодня мы видим, что Украина находится в сложном положении. И экономическом, и социальном, и политическом. Ситуация возникла по ряду обстоятельств и причин, но она объективна, эта ситуация. И если мы действительно говорим, что это братский народ и братская страна, то мы должны поступить, как близкие родственники, и поддержать украинский народ в этой сложной ситуации. По мнению общества, превалирует мнение, что Россия и Украина – единый народ. Если общественность и национальный лидер выступают за единое политическое пространство, то стоит задуматься и политическому эстеблишменту над исполнением воли народа. В противном случае американцы достигнут своей цели, а мы, в свою очередь, можем навсегда потерять Украину. Смотрите, Юрий Алексеевич, я просто поочевиднее прошу вас ответить. Смотрите, Курт Волкер проводит свою политику, свою философию, я даже сказал, на государственном уровне. А дальше что? А у нас нот не на государственном. Это понятно, государство оккупировано. Это да. Волкер, обратите внимание на его философию, а где она дальше? То есть, дальнейший ход его философии. Его философия распространяется только на захват временно освобожденных территорий Донецка, Луганска и Крыма. И все. А дальше что он говорит? А что будет после этого? А после этого будет уничтожение, ликвидация украинского населения. Он же про это не говорит. То есть, это для него нужная есть форма удара по России. Это точно, абсолютно. И вообще, Волкер там появился, чтобы ударить по России. Вот Волкеру по барабану, то, что там, значит, кто будет в Киеве с Донецком, словом, вообще ему начхать. Зачем он вообще там есть? Он там есть для организации удара по России с временно захваченной коллаборационистской территорией Украины. То есть, ровно сценарий 1941-1942 годов. Вот в один в один. Он генерал американской или до этого гитлеровской армии. Вот такие же были до него. И реализует ту же технологию. Мне вот понравилось. Сейчас Захарченко открыл какой-то музей. И наш телевизор российский канал показал. Очень интересно. И показал решение в музее документы, мандаты, выписанные гитлеровской администрацией в Донецке. Абсолютно те же мандаты, посмотрите сами. Абсолютно те же мандаты, которые сегодня выписывает Волкер. Вот все один к одному. История всегда повторяется. Потому что история – это конкуренция наций. То есть, высочайшее напряжение людей в борьбе за право на жизнь. В составе отечества, естественно. Без отечества тебя уничтожат просто. Отечество позволяет тебе создать эту победную или сопротивляющуюся конструкцию. Понимаете? В этой конкурентной борьбе. И все то же самое, как всегда. И выход такой же, как всегда. То есть, только освобождение всего отечества по международному праву. Уже в Украине 100%. Либо ликвидация тебя, как народа, населения и персоналии.